здравствуйте друзья мои мои подписчики гости моего канала сегодня хочу ответить на вопрос одной из моих подписчиц что значит бульбы в жизни камбрии еще раз повторюсь что камбрия это не вид камбрия это просто название это орхидеи ансидиумной группы в жизни которой участвовали адентоглосы, мумильтони и многие другие бульбовые виды все что вы покупаете в магазине под обтекаемым названием камбрия собственно говоря требует одинакового ухода вот так вот вы покупаете растения стоит вот такая бирочка и написано просто камбрия хорошо когда вы покупаете цветущие растения вот например как это моя красавица любуюсь ею каждый день или вот эта камбрия которую я приобрела совершенно недавно или вот этот вот паук тоже камбрия продавалась тоже камбрия хотя принято считать что это брасия вот так вот так что же такое бульбы в жизни этих растений я вас всех прекрасно понимаю всех кто имел дело только с фалинопсисами наконец-то решился и купил вот такое вот симпадиальное растение бульбовое растение принесли домой поставили возле фалинопсиса вы совершенно не знаете как вам поступить с этим растением дальше я вам в одном из предыдущих своих видео делилась своим горьким опытом как много-много лет назад и принесла тоже вот такую вот камбрию купила ее в эпицентре на уценке без цветов просто бульбы постояла она немножко возле фалинопсисов и и пополивала так же как и фалинопсис и попритеняла также как фалинопсис и она не зацветает я решила ее пересадить и достала из грунта посмотрела что у старых бульб вот такие такая вот была точно такая же вот была камбрия вот были вот такие вот старые бульбы я решила они уже были изгнившими корнями и решила что не только мешают горшке взяла по отрезала их и по выбрасывала по незнанию по неопытности вот так вот я поступила оставила одни вот такие вот не помню сколько их было две или три вот таких вот молодых роста и тем самым лишила себя цветения на несколько лет пока она не нарастила еще вот таких вот молодых ростов не набралось сил и не зацвела так вот камбрии они бывают зумио видом корней вот такие вот тоненькие видите как волосочки тоненькие и вот такие вот потолще корешочки как вы сами понимаете виламена на этих корнях разное количество вот эти корни они более ломкие более нежные такими камбриями надо очень аккуратно обращаться самое главное не переливать их ни в коем случае не переливать их виламина мало запас воды большой не сделать не в состоянии когда они стоят постоянно на мокром горшке они просто начинают отгнивать не стоит камбрии садить закапывая ей вот эти молодые бульбы эти молодые бульбы должны находиться над корой закопать можно вот такую вот старую бульбу вот как например у этого растения на одну треть углубить его грунт у этой бульбы корней все равно нет это как маленький такой запасничок питательных средств для вот этого молодого роста не бойтесь что вы что если корешочки тоненькие значит это растение нужно часто поливать не бойтесь для для влаги для питания у них как у верблюдов горбы так вот у них вот эти вот бульбы они сюда напасают влагу и на случай засухи это растение хорошо себя чувствует питается пьют водичку вот именно вот из этих старых бульб поливать это растение нужно умеренно что с толстыми корнями что с тоненькими поливать все равно нужно умеренно единственное что вот если в этой камбрии вот такие вот тоненькие листы корешочки не стоит и делать очень больших просушек но и тем не менее грунт должен просыхать грунт должен быть очень воздухопроницаемым легким вы можете использовать обычный грунт для орхидеи которые продают в магазинах единственное что конечно туда нужно добавить либо перлита либо пенопласта ну то есть сделать его более воздухопроницаемым кора должна быть не мелкой и не крупной такой сантиметр пол сантиметра кусочки вот так вот грунт должен быть однородным и еще раз повторюсь не жалейте угля обычно в пакетиках для орхидей там пакетик на два с половиной или на литр и кусочек или два кусочка угля не пожалейте добавьте еще муха в этот грунт добавлять нежелательно все зависит от того какие условия у вас в доме жарко у вас прохладно у вас сыра у вас квартире на каком окне она будет стоять на северных окнах эти орхидеи зацветут только под искусственным освещением в идеале для камбри это восточные окна они любят утреннее солнышко там есть хороший перепад температур растут неплохо и на западном но на западных окнах их надо более усиленно притенять чтобы не горели их не листочки как же определить по таким растениям какие растения любят солнце какие растения не любят солнца я вам рассказывала на примере ансидиумов если листочек мягкий вот как вот у этого растения мягенький листочек значит это камбрия в роду которой присущи холодолюбивые орхидеи значит эта орхидея жары не терпит и открытых лучей солнца тоже вот эту орхидею нужно очень хорошо притенять вот такая камбрия лист у нее даже слышите вот я его трогаю он шуршит лист у него грубый толстый такой шероховатый даже ну вот он очень плохо гнется вы сами можете видеть если это гнется раз так вот и легко то этот лист гнется тяжело вот это орхидея как раз таки любит солнышко эту орхидею нужно иногда выставлять и на солнце не под палящее солнце а вот именно под утренние когда она еще не жжет на это солнышко и нужно выставлять таким образом будет перепад температур перепады температур для камбрии очень больших амплитудах не нужны 3-4 градуса достаточно они себя хорошо чувствуют рядом с фаленопсисами единственное конечно что их нужно как мне кажется чуть реже поливать чем фаленопсисы грунт этих орхидеи должен хорошо просыхать не до хруста но просыхать чтобы он был еле 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 влажным совсем еле влажным и только потом поливать полив способ полива выбирайте для себя любой но главное эту орхидею нежелательно опрыскивать чтобы вода ни в коем случае не попадала вот сюда в пазухи листьев ни в коем случае потому что сразу пойдет загнивание вас это орхидея начнет вот отсюда во начнет она как-то вот мокнуть нагибаться в итоге вы здесь попробуйте здесь будет мягко то есть бульба потеряна а хуже если еще и появятся черные гниющие бактериальные пятна бульбы моя подписчица больше интересовалась бульбами на какой же орхидейке вам это лучше показать давайте вот на этой это самая старая орхидея она уже несколько разделенная несколько раз пересаженная вот старая бульба видите она уже желто зеленого цвета вся поморщенная боковых листочков у нее уже нет они отсохли отмерли вот уже начинает пропадать центральный лист то есть эта бульба уже без корней она просто работает как кладовка удалять ее ни в коем случае нельзя до тех пор пока она полностью не высохнет вот когда она полностью высохнет и тогда при пересадке вы можете ее удалить дальше вот идет бульба чуть-чуть уже начинает морщиниться вот это самые молодые бульбы они ровные они ровные так вот когда молодая бульба от которой вы ждете цвета начинает морщиться это то что я писала своей подписчице потому что я знаю бич многие многие считают что орхидею нужно полить если бульба начинает морщиться при частом поливе значит вы ее перелили в лучшем случае у нее знеют корни в худшем случае она пропадет сама поэтому надо очень внимательно следить за поливом этой орхидеи поверьте это не сложно когда вы будете изо дня в день видеть это растение видите развитие вы сами поймете что нужно для вашего растения вы поймите одинаковых условий ухода у нас быть не может не может по той причине что мы с вами живем все в разных регионах у нас все равно отличается климат у кого-то жарко у кого-то холодно у кого-то зима лютая у кого-то зима умеренная у кого-то вообще зимы не бывает поэтому уход у нас у вас у нас с вами постоянный главный уход у нас одинаковый только заключается только в том что это орхидея должна вовремя поливаться не опрыскиваться во время активного роста молодых ростов вот таких вот молодых ростов удобряться когда орхидея находится стадии покоя и и не удобряют и поливают ее еле 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 слабо вот так вот а вот когда она развивает молодые росты в этот момент ее нужно подкармливать поливать молодые росты в идеале должны вырастать не меньше чем предыдущая бульба а то и больше если эта молодая бульба вырастает меньших размеров своей материнской бульбы то возможно что это камбрия может и не процвести значит не хватило ухода не хватило удобрений не хватило света не хватило тепла факторов тут может быть много особых перепадов температур я вам раньше в своих видео говорила ей не надо 3-4 градуса вполне достаточно цветение и регулируется поливом не важно что это брасе или просто вот камбрия такая вот не крупными цветочками старая бульба морщится в трех случаях либо она вот как вот это уже без корней отжила себя она начинает пропадать либо она растит молодой рост где же это вам показать на какой вот например вот это последняя отсвевшая бульба она вот начинает морщиться хотя она с корнями с хорошими корнями мы пересаживали вы видели но она растит молодой ростик она все силы отдает на молодой рост вот она тоже начинает постепенно морщиться при поливе бывает эти бульбы восстанавливаются но не полностью светение я вам говорила регулируется поливом растет молодой рост поливаем вырастает на половину или две трети немножечко просушиваем ее понижаем температуру а потом да буквально на две недели а затем снова начинаем ее поливать повышаем температуру свет у нее должен быть всегда хороший рассеянный что еще то вроде бы я думаю что я ответила на вопрос своей подписчицы и и собственно говоря очень сильно интересовали бульбы не бойтесь эту орхидея она абсолютно не сложная все что продается в цветочных магазинах гибридная она не сложная она специально выведена для наших с вами подоконников это не природный вид это не видовая орхидея и это не азиат вот многие сейчас гоняются за азиатскими фаленопсисами не знаю да они красивые ну немножко они капризные голландия голландия нам более подходит по климату поэтому и голландские орхидеи у нас легче приживаются в наших регионах азия климатом отличается естественно азиатские орхидеи у нас приживаются ну будем говорить так с трудом для неопытного человека вырастить азиатский даже фаленопсис и зацвести его ну я не знаю я считаю что это не настолько легко как вырастить голландский фаленопсис вот так вот друзья мои еще раз еще раз покажу свою красавицу как она мне нравится шикарная камбрия и это тоже красавец рыжик такой это у него рыжий коричневый какой-то кирпичный такой цвет красивый и брасия хороша ну вот люблю я камбрии честное слово люблю камбрии больше чем фаленопсисы у них до такой степени интересные экзотические цветы ни один цветок друг на друга не похож ни по строению ни по окрасу ни по запаху ну прекрасные цветы и в уходе они не сложные поверьте абсолютно не сложно главное найти к ним подход еще похвастаюсь вам один раз я не люблю хвастаться может быть и люблю ну просто хочу вам показать вот такую вот я прикупила себе эпикатлею очень красивого цвета какой-то вот фиолетово-зеленый что ли цветы у него с такой вот яркой яркой такой красивой губой тоже очень красивое растение это эпикатлея собственно говоря котлея просто тип цветение у нее как у фаленопсиса она выбрасывает стрелку и на стрелке начинают нарастать цветочки вот такая вот красавица с к центру моя наконец-то распустила все свои цветочки все все нету больше бобочек все цветочки распустила ни один цветочек не сбросила умница моя красавица тоже такой теплый красивый у нее цвет аскоценда это вандовые но аскоценда на немножко проще и не такая требовательна в уходе как ванды ой кстати вот что хотела я сказать по поводу корней этого растения и недавно одной девочки смотрела на видео она показывала свою малышку голубую ванду очень красивое растение и она сказала что она срезала как она сказала тоненькие коричневые корешочки я так подозреваю что это вот такие вот коричневые корешочки это детские корешочки этого растения я и написала конечно комментарии каждый волен поступать со своим растением как считает нужным но вот доказательства своих слов я хочу вам сказать что эти детские коричневые корешочки они отнюдь не мертвые они живые вот от них от этих детских корешочков сейчас немножко сдвину свои горшки а то чувствую что пока показываю кого-то завалю от них вон отрастают боковые корни орхидея сама решает какие корни и нужны какие нет да они коричневые коричневые они лично у меня стали от неправильного ухода даже вот посмотрите сейчас аккуратно ее переверну вот крупный воздушный корень вот он изначально был поломанным вот такие вот видите даже виламин он снят треснувший корень я тоже изначально думала удалить его очень жесткий вот сухой вот как не знаю как ветка вот у дерева вот такой вот он сухой но и тем не менее этот корень отрастил вот видите он растет воздушный корень следующий как можно удалить такие корни ведь жалко до растения у меня живет уже третий год я рассказывала про него одно светение по своей глупости пропустила потому что неправильно ухаживала эта орхидея любит свое место очень сильно любит свое место она должна стоять всегда под одним углом по отношению к источнику цвета никуда ее с места на место переставлять нельзя крутить вертеть как вам хочется нельзя вот как поставили можете даже отметину сделать на горшке как поставили так вот она должна всегда и стоять и тогда она тоже будет радовать вас вот таким вот красивым пышным цветением как моя скацен . на этом все всем спасибо друзья мои пишите комментарии делитесь своим опытом может быть я что-то упустила может быть вы знаете что-то еще чего не знаю я я допускаю тоже очень много ошибок выходе за этими растениями бьюсь лбом другой раз как говорится о лед ничего не получается и очень рада когда кто-то что-то подсказывает и делится своим опытом поздравляю вас наступающим новым годом желаю вами вашим семьям благополучия мира добра здоровья пусть ваши цветочки радуют вас таким вот пышным цветением пусть вашей жизни будет очень много ясных солнечных дней здоровья вам друзья мои с вами была марина канал архидушки и мы до новых встреч